Паралимпийские игры Паралимпийские игры Паралимпийские игры Паралимпийские игры личными возможностями инвалиды становятся заложниками или участниками каких-то политических, закулисных, в общем, нездоровых амбиций, отдельных, может быть, лидеров, может быть, групп. Это очень плохой пример, очень плохое мировое дело. Мы переживаем лишь только потому, что я сама была участницей Паралимпийских игр 2008 года, я была в Пекине, я видела эту зрелищность, этот потенциал, эту возможность. И это не просто сами по себе Паралимпийские игры. Вот спортсмены-паралимпийцы говорят, мы такие же, как все, но тёточку сильнее. Это была демонстрация силы духа, возможности, жизнелюбия. И забрать это лишь только потому, что что-то кому-то не нравится, мы так полагаем, это означает большой откат назад. Потому что спорт всегда должен быть вне политики. Майля, что вы думаете по этому поводу? Я тоже хочу продолжить этот разговор, потому что, действительно, недавно только мы до сих пор учим под впечатлением прошедших Олимпийских игр, мы радовались достижениям наших спортсменов и не только наших спортсменов. Я думаю, что если бы прошли Паралимпийские игры, мы бы ещё больше радовались достижениями наших олимпийцев, которые бы участвовали в этих соревнованиях. Поэтому, конечно, действительно, из-за какой-то чьей-то вины наши спортсмены лишились этой прекрасной возможности. Но я знаю, что правительство, руководители сейчас продумывают вариант по другому виду поддержки. Поэтому я думаю, что в любом случае их труд, их достижения спортивные, их стремление к победе не останется без внимания. Наталья, вы ближе всего сталкиваетесь с паралимпийцами. Могу сказать от имени всех наших спортсменов, это большой удар по моральному духу. Во-первых, вы сами знаете, став инвалидом по воле случая или от рождения, без разницы, человек может реализовать себя в спорте. И мало того, что реализовать, добиться больших успехов. Наш клуб именно на это и нацелен. К сожалению, у нас нет спортсменов-паралимпийцев, которые в этом году поедут на Олимпиаду. Но мы планируем к следующей уже подготовить как минимум два. Только сегодня мы подготовили четыре документа наших ведущих спортсменов, мастеров, спортсменов высокого класса, которые отправили в Центр республиканской спортивной подготовки. Ну, я что хочу сказать именно по этому поводу. Во-первых, моральный дух спортсменов падает. Во-вторых, не секрет, что Российская Федерация занимала лидирующие позиции в любых видах спорта, включая и паралимпийские. Поэтому сам единение спортсменов, оно не зависит от принадлежности к какому-либо государству. Вот здесь очень плохо, что идет деление на государственность. Спортсмены с ограниченными возможностями – это отдельное государство в целом. И поэтому, ущемляя одного, одну команду, одного спортсмена в частности, естественно, идет реакция и на других спортсменов. Я не думаю, что это лично мое мнение, я его выражу, что именно эти паралимпийские игры пройдут на таком же моральном духе, как прошли предыдущие. Ну хорошо, я уверен, что мы к этой теме в ходе программы еще вернемся. А сейчас давайте начнем со снов. Куралай, что сегодня представляет для инвалидов самую большую трудность в нашем городе? Владимир Иванович, на протяжении 27 лет я сама ровно столько являюсь носителем этого звания. была всякая реорганизация, изменения, улучшения. И на сегодняшнее утро вот каких-то особых трудностей, вот трудностей нет, Владимир Иванович, потому что само слово трудности я знаю. Я через них прошла вот вместе с эволюцией нашего государства. И вот на сегодняшний день есть проблемы, есть отдельные проблемы, есть точечные проблемы, есть глобальные проблемы, которые на уровне государства нужно решать. Ну, скажем, если доступность всей страны подогнать под конвенцию, это проблема большая. Но каких-то трудностей, может быть, это звучит очень как-то пафосно, но трудностей особых нет, Владимир Иванович. А скажите, вообще у любого человека, я не имею в виду, там, инвалид он, не инвалид, трудностей, проблемы внутри него больше или вне? Как к этому относиться? Да, я всегда говорю, вот в связи с тем, что вот я сама являюсь инвалидом не просто, а самой тяжелой первой группой, мне часто задают такие вопросы. Скажите, пожалуйста, вот как вы себя чувствуете? Возможно, где-то некомфортно. Вот внешние вот барьеры у вас или внутри у вас? И я все-таки, наверное, склонна к тому, что как любой человек, независимо от того, болит у него что-то, не болит у него что-то, наверное, ровно столько же, как и у всякого каждого гражданина, любого. Просто они могут усугубиться тем, что какая-то есть физическая недостаточность, а в целом я испытываю и все мои товарищи так же боль, так же радость, те же эмоции. И весь тот социум нас окружающий, со всеми его недостатками, он ровно столько отражается на нас, инвалидах, так же, как на тех, кто не является инвалидом. То есть в этом разницы особо нет. Наиля, вот вы как раз призваны с государственной стороны к тому, чтобы у инвалидов было меньше проблем и трудностей. Что государство сегодня делает? Ну, я так думаю, что этому вопросу можно было поддельную передачу посвятить, потому что очень много работы делается в этом направлении. Начнем с того, что на сегодняшний день у Хрулая Базарванова не только руководитель общественного обвинения, она еще является советником Акимобласти по вопросам именно по делам инвалидов. Это тоже говорит о том, что государство и именно Акимат нашей области и города уделяет особо не этому вопросу. Что касается трудностей, правильно, действительно, прежде чем перевороть трудности, которые окружают людей, в том числе и тех, у кого ограничены возможности, конечно, сначала психологически, наверное, нужно перенести. И вот в этом плане общественное обвинение, которое работает с инвалидами, не только по парализованной, но и по слуху, и по зрению, и дети. Общественное обвинение как раз-таки способствует тому, чтобы психологически воспринять эту ситуацию и психологически быть готовым к тому, чтобы адаптироваться вообще к этому обществу. Сидеть и говорить постоянно о том, что вот я такой-то и так далее, это, конечно, может быть, даже легче всего, но психологически настроиться на то, что случилось так. Поэтому воспринимать все как есть и делать так, чтобы не отставать от жизни общества, это, конечно, большой шаг, большая, так сказать, большая сила нужна внутренне. И вот в этом плане наше общественное обвинение как раз-таки этот дух и поддерживает. Но кроме этого, государственные учреждения, конечно, они нацелены в первую очередь на то, чтобы реализовать государственную политику в сфере защиты инвалидов. И я сама в этой сфере уже более 13 лет работаю. Я вижу положительную динамику развития этого движения инвалидов. Поэтому я считаю, что делается очень много. Я даже вам скажу, что даже в финансовом выражении, например, у нас материальная помощь, социальная помощь этой категории граждан у нас каждым годом увеличивается. Допустим, если мы в прошлом году на День инвалидов выплачивали по 37 тысяч тенге нашим инвалидам, всем, независимо от группы и так далее, то в этом году эта выплата уже составит 51 тысячу тенге. То есть, несмотря на какие-то финансовые проблемы, бюджет все равно старается держать эту социальную, именно направленность своего бюджета. Поэтому эта работа дальше будет продолжаться. Курлая Базарбаяна не даст мне соврать, у нас увеличиваются и другие виды социальной помощи. С каждым годом у нас увеличивается количество инвалидов, в которых мы выделяем путевки на санаторно-курортное лечение. В этом году, например, уже 640 человек у нас. А сколько у нас инвалидов по области вообще всего? По городу мы имеем 10 200 инвалидов. А вот эта цифра, как она, какая динамика? Инвалидов становится больше, меньше или как? К сожалению, конкретно сказать, что инвалидов становится меньше или больше, трудно, потому что, к сожалению, наблюдается динамика производственного травматизма, очень много дорожно-транспортных происшествий. И есть еще факты, можно сказать, даже рост количества детей инвалидов, которые рождаются с инвалидностью. То есть это спектр не только именно социальный, это и медицинский, это и профилактика. То есть это очень много различных сторон, которые должны приложиться к этой проблеме. Что касается, ну я говорю, допустим, сейчас у нас и про денежные выплаты, кроме того, различные компенсаторные средства, спецсредства передвижения, все это у нас развивается. Кроме того, я всегда говорю, когда-то инициатором движения инвалидов, инвотакси, хрулоевозорваемого, начало этот вопрос, это было, так сказать, на общественных началах, на спонсорских, сейчас это уже стала программой государственной, поэтому у нас из бюджета ежегодно выделяются определенные суммы, на которые те же общественные объединения инвалидов организуют перевозку людей с ограниченными возможностями. Растет количество негосударственных объединений, неправительственных организаций, которые занимаются проблемой инвалидов. То есть они сами занимаются своими проблемами, то есть не сидят сложа руки. И я бы хотела сказать, что сегодня, например, мы провели очередную ярмарку вакансии, восьмую, в парке первого президента, и мы специально пригласили именно людей, которые творчески живут, не просто замыкаются в своей инвалидности, а именно, не взирая на это, через это переступив, стараются принести пользу обществу. Поэтому было очень много заявок, и у нас сегодня более 30 человек, которые и вяжут, и рисуют, и там бусами занимаются, и так далее. Кто-то готовит мебель, кто-то, например, поет. Мы их всех пригласили. Была очень интересная выставка. Для нас это было, во-первых, в первую очередь реализация своих возможностей, это возможность реализовать своих возможностей. И второе, именно показать жителям города, особенно молодежи. Ребята, вы ходите, у вас, слава богу, со здоровьем все хорошо, но вы не работаете. А почему бы вам... Посмотрите, как можно работать. Как нужно делать, да. И мы организовали мастер-классы для того, чтобы люди подходили, интересовались, спрашивали. И мы думаем, что откликнется какой-то бизнесмен, который скажет, а давайте я возьму этот проект, раскручу его, и этот же инвалид будет у меня работать и приносить пользу и себе, и мне. Я так думаю, что за этим дело, в общем-то, будет скоро. Скажите, а вот законодательство что говорит? Насколько я знаю, в законодательстве существует какая-то норма, что на каждом предприятии должно быть зарезервировано какой-то процент для... Да, значит, есть такая норма. Значит, рекомендуется предприятиям, на которых, численность которых штата более 50 человек, предусмотреть трехпроцентную норму, значит, квоту для инвалидов. Она выполняется? Значит, к сожалению, на сегодняшний день она выполняется очень плохо, я скажу. И это откровенно говорю, потому что это проблема. Значит, для того, чтобы принять на работу инвалида, во-первых, у него должна быть программа реабилитации разработана, и именно профессиональная. То есть врачи, специалисты должны ему рекомендовать эту работу. И только после того, когда уже будет указанный вид работы, мы имеем право направлять его. Другое дело, значит, работодатель, готов ли он принять этого человека к себе на работу и создать ему специальные условия. Потому что если это, допустим, инвалид по зрению или по слуху, или опорно-двигательного аппарата, естественно, у него должен быть обеспечен доступ до рабочего места и обратно. И на работе он должен быть тоже специально, есть специальные нормы, разработаны специальные стандарты, которые будут со следующего года внедряться. То есть работодатель сейчас уже должен к этому готовиться. Но, к сожалению, работодателю легче взять, конечно, здорового человека и не создавать себе дополнительных проблем, чем взять инвалида, крыло-обзорваемый, да, и специально создавать ему условия. По этому поводу я не пошу в комментарии. Хочу сказать, что тема очень актуальная, она актуальна и вечна будет всегда, потому что, к сожалению, инвалиды есть, были и будут. И есть такая статистика, я не знаю, кто ее регулирует, но на земном шаре обязательно, вот, все годы подряд 10% населения являются носителями инвалидности той или в иной степени. Если взять любой город, даже вот Петербург, Москва, посчитают всегда 10% инвалидов. Если взять даже вот наш регион, то же самое. Скорее всего, это вот такой, как бы, баланс. В обществе. Но раз инвалиды есть, естественно, есть государственная политика, естественно, есть люди, которые хотят дополнительно к ней улучшить жизнеобеспечение инвалидов, предлагают какие-то альтернативные, дополнительные варианты. Это сегодня называется вот таким взаимодействием. Вот по поводу трехпроцентной квоты. Конечно, есть стандарты рабочего места, их там нет, никто брать не хочет. И в этом плане мы довольно часто собираемся, мы эти вещи обсуждаем. И вот на последнем, значит, нашем круглом столе под председателем Шерезданова мы внесли такое предложение. Если предприятия не могут обеспечить трехпроцентную квоту рабочих мест, то давайте создадим фонд интеграции. Пусть и читают некую сумму. И создадим такой трудовой ресурсный кластер для трудоустройства инвалидов. Но иного другого варианта нет, потому что он его принять не может и в то же время никакой ответственности не несет. А если это заработает, это огромная, колоссальная сумма денег. Если этот фонд интеграции будет заниматься этими деньгами, и именно интеграции, тогда в нашем регионе не останется ни одного нетрудоустроенного инвалида. Потому что у центра занятости отпадает нужда упрашивать и заставлять. Мы можем сами развивать рабочие места, сами создавать. И именно создавать не так, а бы создать. А его что сделать? Подкорректировать потребности инвалидов. Наши инвалиды на сегодняшний день, многие бывают за рубежом. И не просто катаются, как туристы. Мы все время хотим перенять их опыт. И вот они рассказывают такие вещи по трудоустройству, которые мы вполне могли бы на лихо себе тоже предпринять. Например, очень тяжелые инвалиды, у которых, собственно, и ручки, и ножки, где-то большая степень трудоспособности ограничена. Они работают, например, на таком станке, где режут бумагу. Вот тут кнопку нажали, а на том конце бумажки вырезаются и выпадают. И он смотрит на это как процесс. Ну, например, как один из видов. Затем я сама в Пекине видела вот такие стеклодувы. Вот такие вот трубы. И сидят вот стол, сидят инвалиды, глубокие аутисты, дети. Но очень очаровательные дети. Все дуют в трубку в эту. То есть можно различные варианты найти? Было бы желание. А на том конце выдувается шар. И они работают. То есть почему... Вот знаете, есть еще такие вопросы. Говорят, а почему, если инвалиды получают пособие, зачем их обязательно нужно трудоустраивать? Ну, это же жизнь человеческая. И в это время люди не могут понять, что он не может быть ограничен лишь только пособием четырьмя стенами. Для чего люди работают? Люди работают для того, чтобы для личностного роста, для общения, да? Для самореализации. Да, для самореализации. В конце концов, мы один раз живем, и это не означает, что ты должен большую пенсию, маленькую пенсию получить, проедать и просто лежать. Он даже то, что оденется, сядет в коляску или там возьмет тросточку, выйдет на улицу, для него это уже что? Процесс выживания, да? Движение — это жизнь. Поэтому совместно вот с Центром занятости, совместно с другими предприятиями, мы как общественники. Собственно, что такое общественники? Это как натоя и щука, как в реке, чтобы карась не дремала, да? Чтобы увидеть проблему, чтобы о ней заявить, вовремя внести предложение. Это неформальный лидер, они выбиваются, им тяжело, это время, это здоровье, но это было всегда. И от хорошего взаимодействия с госструктурами, от того, когда наше предложение работает, и встречные предложения дают результат, качество в нашей жизни просто улучшается. И вот что касается нашей Акцубинской области, на сегодняшний день, сегодня вот были начальники районных отделов занятости, у нас как НПУ они посещали, потому что они были тут на ярмарке, то есть все это взаимодействовано. Мы делимся охотно опытом работы, мы очень охотно что делаем. Если есть проблема, мы ее всегда озвучиваем смело, потому что не решится сегодня, она решится завтра. Если не сможем решить ее завтра, мы будем ее держать на контроле, что где-то, возможно, к этому вопросу, может быть, вернуться. Я вот знаю, сегодня нашу программу могут смотреть те, кто сегодня вот разбился, у кого сегодня ребенок родился, у кого инсульт вчера случился. И мы говорим с высоты своего опыта уже реабилитированные мы люди. Знаете, пожалуйста, что, если с вами случилось это, это не конец света. Вы всегда можете открыть другую дверь, если захлопнулась эта дверь за вами. Вы еще откроете второе дыхание и добьетесь чего-то в этой жизни. Потому что в нашем городе очень много людей, которые имеют глубокую степень инвалидности, и семьи построили, и дело открыли, и спортом занимаются, да, и рисуют, и поют, и вяжут, потому что потенциал человека, он крайне неограничен. Если взять пример меня, я вообще учитель начальных классов. Я никогда не думала, что я могу заниматься множеством дел. Но оказывается, у человека всегда есть неограниченный запас каких-то возможностей, и вот сквозь призму какой-то трагедии или случая он обязательно просыпается. И, Владимир Иванович... Его нужно реализовать. Тема, да, сегодняшняя тема, она всегда будет актуальной, нужной, и к столу, как вот дорогая ложка к столу, потому что только сегодня у меня была женщина, плакала, про маму рассказывала, с которой случилась беда. Беды же разные бывают. И она от нас, когда уходила, она сказала, вы знаете, я успокоилась, и она вас посмотрела, я знаю, что с мамой будет всё хорошо. Вот по-русски говорят, если вам плохо, посмотрите на того, кому ещё хуже, и вы поймёте, что ваша беда не такая уж большая. Да, но наша цель вообще-то сделать, чтобы всем было лучше, хотя не хуже. Хорошо. Я бы хотела как раз поддержать своих коллег, сказать о своём клубе. В нашем клубе 9 человек работают с ограниченными физическими возможностями. В прошлом году мы столкнулись так как государственная мысль структура, ГККП, с той проблемой, что не у всех у нас есть образование. У наших тренеров нет физкультурного образования. И я вам хочу заметить, что начиная от 18 лет, у нас 19-летний парень, сегодня буквально он уехал, поступил в Академию спорта, чтобы продолжить по своей специальности и дальше вернуться к нам работать. Три человека у нас поступили, люди с ограниченными физическими возможностями из категории глухонемых, поступили в колледжи на факультет физическое воспитание. И разновозрастные, то есть никогда не поздно даже начать учиться, если это дело по душе, и если есть перспектива и желание работать. Наталья, вот немножко подробнее про ваш клуб. Как он возник, откуда, чья идея, кто помогал, кто мешал? Изначально клуб во всех регионах возник по постановлению правительства Республики Казахстан. Это государственная программа. Да, это государственная программа. В нашей области он возник в 2014 году. Официальное открытие 27 января у нас была презентация данного клуба. Работает в нашем клубе 23 человека, 9 из них с ограниченными физическими возможностями. Спортконтингент спортсменов у нас 808, но я хочу оговориться, эта сумма сложилась из того, что несколько секций посещают один и тот же спортсмен. А по факту у нас 472 спортсмена, включая детей с ментальным нарушением. Это все специальные коррекционные школы нашей области, интернаты. Ну, хотелось бы отметить, что результаты у нас пошли сразу с первого года. Все три общества у нас активизировались, оптимизировались в одном, сконцентрировались в одном месте. Хочу также поблагодарить всех абсолютно руководителей общественных объединений, вас лично, Куралай Базарбаевна, за то, что вы и поддержали, и все руководители поддержали, а также работаем мы сейчас в содружестве. То есть мы нашли взаимопонимание, общую точку опоры и общее направление, в котором мы работаем. Спортсмены показывают хорошие результаты. У нас есть и призеры чемпионатов мира, и есть абсолютные чемпионы республики Казахстан, есть пять спортсменов, которые получают стипендии от государства, как лучшие спортсмены, показавшие наивысшие результаты. Есть спортсмены, которых мы ежемесячно представляем на эти стипендии, но в силу того, что бюджет сейчас ограничен, решение сессии Маслихата нужно на выделение дополнительных средств. Но опять же хочу сказать, медленно, но верно, эти все проблемы решаются. Где проходят наши занятия? Занятия проходят по всем ДЮС США области. Три тренера у нас работают на волонтерских началах, то есть они не получают заработную плату, но работают с нашими спортсменами. Два тренера из них, это ДЮС США 4, Вольно-Греко-Римская борьба. Один из тренеров у нас работает в Волге, в Волгинском районе. По районам у нас открыты филиалы, и введены ставки за счет местного бюджета, районного, в четырех районах, где данные люди занимаются с людьми с ограниченными физическими возможностями. Какие секции наиболее популярны? Наиболее популярны у нас, а вы знаете, невозможно так ответить на этот вопрос. Например, среди людей с ограничением слуха это командные виды спорта, легкая атлетика. Среди людей с нарушением зрения это настольные виды спорта, ввиду специфики. Кстати, недавно у нас прошел чемпионат Республики Казахстан по шашкам 64, и наш спортсмен заявал первое место. Он чемпион Республики Казахстан. 29 числа мы официально его будем награждать, поощрять грамотой, уже могу сейчас сказать, грамотой управления физической культурой спорта и ценным подарком. Также, а среди людей с ограниченными физическими возможностями с поражением опорно-двигательного аппарата наиболее популярны у нас, как настольный теннис, волейбол сидя. Опять же, хочу сказать о наших достижениях. Буквально на прошлой неделе наши спортсмены по пляжному волейболу завоевали, вошли в тройку, третье место в чемпионате Республики Казахстан, который проходил в Актау. А в международном турнире по пляжному волейболу мы четвертыми стали. Тоже хорошее достижение. Спортсмены знают, что они теперь спокойно могут выезжать на соревнования, бюджет финансируется, УТС оплачивается. Если у нас где-то какая-то задержка бывает с финансовыми средствами, то в любом случае наши спортсмены все свои деньги забирают. Это учебно-тренировочные сборы, полностью оплачиваемые поездки по стандартам, по нормам. Ну, соответственно, есть и желание работать и тренироваться. Мы наоборот, вот, как говорится, хотим, чем больше у нас спортсменов будет, тем лучше. Будет выбор, будет конкуренция. Можно комментарий? Вот сразу же по спорту. Вот почему инвалиды очень много внимания уделяют спорту? Потому что это единственная область, где любой человек с любыми ограничениями может показать высочайшие результаты. Абсолютно. Где вот демонстрация силы духа, жизнелюбия, воли, это все сконцентрировано и дает хорошую реабилитацию. Жулыспай Шахан, например, вот по плаванию, он же вообще отличный пловец. Шахан. Да, он у нас не только пловец, он у нас еще и предприниматель, если забегать вперед. Да, и мало того, сейчас мы попробуем освоить еще новый вид спорта с ним. Это зимний вид спорта. Вот спуск на санках. В общем, короче говоря, хотелось бы сказать, что возможность абсолютно у всех инвалидов, у людей с ограниченными физическими возможностями, не очень люблю слово инвалид, абсолютно у всех есть. Начиная от поражения, глубокого поражения зрения, или остаточное ей зрение, или чуть-чуть там поражения, как говорится, первая, вторая, третья группа, без разницы, абсолютно, потому что все спортсмены делятся по классам, в зависимости от своего заболевания. Но я думаю, вот люди, которые приходят заниматься к вам спортом, они сильны духом по-настоящему, правда ведь? А вы знаете, когда мы проводим областные соревнования, поначалу это проходило как не совсем привычно, потому что они регулярные у нас сейчас, эти областные спортивно-массовые мероприятия. А теперь это уже все привычка, это уже смотрят на результаты, это уже теперь не просто пришли на областное соревнование, а нужно выполнить норматив не ниже второго разряда, потому что выполнив этот норматив, ты только тогда имеешь право выехать на республику. На республике у нас и кандидаты мастера спортов, вот, кстати, возвращаясь к Шахану, мы сейчас подаем документы на мастера спорта по плаванию, он выполнил нормативы в последнем соревновании республиканского масштаба. Здесь у нас проводится с начала этого года пять мероприятий республиканского масштаба мы провели на территории Актюбинской области. Замечательно. А сейчас я предлагаю вам и нашим телезрителям посмотреть рекламу на РИК-ТВ, а после чего мы вернемся в студию и продолжим. Реклама на РИК-ТВ. Мы продолжаем программу. Готовясь к передаче, я поговорил с коллегой Курала из Караганды, с Александром Михайловичем Иткиным. Человек занимается проблемами инвалидов с 88-го года, знает все об этой проблеме. И вот давайте послушаем, что он сказал. Проблема связана с передвижением. То есть я не могу из своей квартиры, ну скажем, в любое время, когда мне хочется, попасть в другую точку Казахстана. Не в плане, что там не могу купить билеты на поезда, на самолеты, а в плане то, что вот добрался я, скажем, до вокзала, а вот попасть в вагон, проблема, поскольку нет подъемников. Добрался я, скажем, до какого... Ну вот из квартиры я выхожу, а у меня четыре ступеньки, предположим, там, да даже две ступеньки. Все, для меня проблемы, как мне их преодолеть. А, скажем, спецавтотранспорт, который сейчас есть практически в каждом областном... Не практически, а в каждом областном центре есть спецавтотранспорт. Но его не хватает. Вот, скажем, у нас в Караганде около 20 тысяч инвалидов. А машин для опорно-двигательного аппарата для детей и для взрослых всего где-то около 15 или 17. Вы можете представить, какие проблемы. Они на расхват идут, эти машины, особенно в летний период, как горячие пирожки. И иногда человеку приходится отказывать, потому что человека нужно отвезти другого в поликлинику, скажем, на работу, на учебу. Это первостепенные важности. А он хочет, скажем, съездить в парикмахерскую или, скажем, в магазин. Ну, тут есть еще такой нюанс, чисто психологический, я прошу понять, что вот человеку-неинвалиду, который может себе позволить любое время выйти из квартиры и пойти туда, куда ему хочется, очень трудно понять, например, почему инвалид хочет сам пойти в магазин и купить себе ту или иную вещь. Здесь вопрос не столько материальный, сколько, скажем, морально-психологический. Я могу привести такой пример. В советское время единственный город в Советском Союзе был город Саки. Ну, Куралай знает, вот и активистские инвалиды знают его хорошо. Это который был приспособлен практически полностью для колясок. И вот в 89-м году там были общесоюзные соревнования, тогда еще был Советский Союз, и мы вывезли туда группу инвалидов на коляске. И вот я передвигаюсь по городу, по городу еду на коляске, встречаю одного из участников нашей команды, смотрю, у него глаза на мокром месте, парень. Я говорю, Григорий, что с тобой? Что случилось? Он говорит, понимаешь, Саш, я сейчас за 20 лет первый раз зашел в магазин и сам себе купил рубашку. Здесь важен морально-психологический аспект еще, что человек может свободно, независимо от кого, пойти куда ему хочется и сделать то, что ему хочется. Кура, что скажете? Я полностью с Александром согласна. Потому что самое страшное, чего может лишиться государство, человек, предприятие, это независимость. Никто не хочет терять свою независимость. И понятно, что если наступила та или другая степень инвалидности, человек автоматом теряет независимость. Но на сегодняшний день для того, чтобы компенсировать эту независимость, есть инвалидные коляски, есть трости, есть множество приспособлений, приспособлений приближающих человека к полноценной жизни. Мы уже перед этим с вами говорили, весь город, всю страну моментально перестроить невозможно. Но мы, общественники, Михаил, у нас там человек 20, мы постоянно заседаем в Астане, в Алма-Ате, мы постоянно за это боремся. И все, что сегодня имеют инвалиды, от хороших колясок до гигиенических средств, индивидуальных помощников, много-много чего, это инициатива самих инвалидов-активистов. Мы сначала эти потребности опробируем, потом мы их доносим до людей, принимающих решения, и затем там рабочая группа заседает, и после этого оно выходит в образе приказа, постановления, правил, и уже конечный результат инвалиды получают его уже законодательно. Поэтому я думаю, что любой, вот кто сегодня нас слушает, любая студентка, если есть какая-то проблема со здоровьем, она прежде всего должна подумать о том, вот чего-то мы не знаем, может быть, а что можно в этом плане улучшить, а что можно, какой ноу-хау предпринять, для того, чтобы как-то облегчить, учить человека, вот которому вот эти ступеньки не даются. Вот в Ак-Тубе, например, вот у нас городской акимат, старое здание, там нет пандусов, нет въезда, и мы вот совместно с отделом занятости придумали такую вещь, как подъемник. Он шагающий, значит, бюджет приобрел, вот недавно оттуда позвонили, там будет сидеть инструктор и будет поднимать людей. Конечно, никто не спорит. Я просто, я хочу немножко оживить и чуть-чуть вот перца задать нашей теме. Нас сегодня могут слушать те пассивные инвалиды, которые лежат дома, которые не спортсмены, которые не артисты, не вышивают крестиком, и они могут подумать, а я ничего не получаю, кроме пособия. Так вот, есть товарищи страны, где инвалиды даже пособия не получают, где нет социальной политики, есть такие в мире страны. И вот на сегодняшний день, когда я готовилась к этой передаче, есть шикарный документ, это закон Республики Казахстан о социальной защите инвалидов, который очень толстый, из многих глав состоит, и тут каждый наш шаг расписан. Не так давно принят этот закон, да? Нет, нет, законы были давно, но в пятом году он обновлен. А, в пятом году. Значит, что такое закон? Это по Конституции у нас у всех равные права, и закон в дополнение дает нам дополнительные, я не скажу права, а возможности чувствовать себя полноценным. Здесь все оговорено. И вот если следовать этому закону, то в принципе каких-то особых проблем, мы вот с вами говорим, их быть не может. Вот сейчас Михайлович говорил про наши вокзалы, про наши аэропорты. Конечно, не обязательно быть колясочником, даже если молодая мама с ребенком в коляске приехала в магазин, она коляску не бросит на улице, она ее должна в охапку поднимать вместе с ребенком, идти по этим ступенькам. Мы радеем не столько заинвалидов, а вообще самоломобильная группа населения, это может быть и пожилой человек. То есть, будучи за границей, мы видим, насколько это все приспособлено. Это отдельная тема, доступность. Мы на всех круглых столах, встречах об этом усолим. Я сейчас все-таки хочу сказать о морально-психологической стороне, о том, как тяжело родным рядом, как себя вести. И мы с Налехой Сеной как-то говорили, что всюду, везде нужна этика, норма поведения. Ведь у нас как бывает? Одни думают, что у меня только права начинают требовать, другие не понимают, что у него есть ответственность, ничего не делает, а третьи вообще и того, и третьего лишены. Поэтому, если случилось такое нечто с кем-то, никто в этом не виноват. Нужно сразу же думать о том, ага, какие нормативно-правовые акты есть, какие законодательные акты есть, для того, чтобы я мог получать пособие дополнительно, что-то, поехать на лечение, там, допустим, на обучение. Поэтому приходим к тому, что нельзя опускать руки ни в коем случае. Нужно сразу же искать вот как открыть дверь во вторую жизнь, да. И я всегда на всех встречах говорю, что всегда нужно оставаться политкорректным, всегда нужно оставаться очень деликатным. Даже если я пришла в госорган и с чем-то недовольная, и что-то меня не устраивает, ни в коем случае я не имею права бить кулаком по столу, потому что на той стороне отсидит человек. Да, он чиновник, он госслужащий, он сидит на зарплате, но... Он может быть даже бюрократ. Да, если у него в день будет пять человек таких, которые вот так вот требуют, что же с ним будет? Он может быть не стрессоустойчив, о нем тоже подумать нужно. То есть тут такой, какой ответ, такой привет. Владимир Иванович, я хочу сказать, что вопрос инвалидности это вопрос всего общества, он не касается одного инвалида. Вокруг него сто человек родных может быть, у него может быть такая большая орбита. И если вы активные, если вы хотите улучшить свою жизнь, у вас на это есть все возможности, не только в Казахстане. В принципе, вы в любой город СНГ можете поехать, вы можете за границу поехать, не зацикливайтесь, жизнь на этом не заканчивается. Я помню, на заре обретение Казахстана независимости, получить инвалиду новую коляску или купить ее, это была целая история. Сегодня как с этим? Ну да, это было, конечно, давно, вы правильно сказали, это было на заре, когда государство только становилось на ноги, ну, так сказать, только делало первые шаги. Сегодня, опять-таки, в рамках того же закона, на который сейчас Крылая подорвана, ссылается, это действительно серьезный закон о социальной защите инвалидов в нашей республике. Сегодня инвалиды, кому действительно необходимы основные средства передвижения, допустим, те же коляски, костыли, палки или, допустим, вспомогательные средства для инвалидов по слуху, тифло, техника. Мы сейчас даже даем, например, компьютеры для слабослышащих, для срепых, для незрячих инвалидов. То есть, это все сейчас есть. Выдается. Это все выдается. Это все выдается на основании программы реабилитации инвалида. То есть, сначала его обследует медико-социально-экспертная группа, комиссия при департаменте социальной защиты, которые делают заключение, что этому человеку, конкретно надо. И все это расписывается. После этого мы уже на основании этих всех рекомендаций по очереди. То есть, человек обратился на основании заявления, оно включается в очередь, это заявление, и по мере поступления этих средств оно выдается. Это очередь какая? Такая, как на квартиры? Нет. Может, десятилетиями или нет? Нет, нет, нет. У него есть срок, например, переосвидетельствования, если это такая срочная инвалидность или бессрочная. То есть, у него придет, допустим, коляске мы даем один раз, допустим, в семь лет, к примеру, в четыре года даем коляске, слуховые аппараты, например, у них меняются, там, один раз, два года, к примеру. То есть, у каждого вспомогательного средства есть определенный срок. Все это расписано? Это все расписано строго в правилах, в законе, на основании которого эти правила разработаны. То есть, это все отслеживается. У нас есть централизована база данных инвалидов по республике, в которую все эти данные заносятся. У нас были такие случаи, когда у человека сломался слуховой аппарат или, допустим, коляска. Мы обращаемся в областное управление координации с просьбой рассмотреть возможность замены этого аппарата. Значит, где этот вопрос решается. То есть, нерешаемых проблем нет. Просто некоторым действительно хочется, чтобы сегодня, сейчас ему это решили. Независимо от того, что перед ним в этой же очереди стоят такие же люди. И, пользуясь случаем, я бы хотела сказать, что да, проблем, конечно, таких скажешь, что у нас прям все сейчас очень хорошо нельзя. Сейчас даже вернуться к той же теме свободного доступа к объектам нашего города, например, я бы хотела сказать, что эта проблема серьезная, она остается. Несмотря на то, что мы паспортизируем, объекты, приобретаем какие-то вспомогательные средства. Сейчас, например, Акимат города рассматривает возможность установки пандуса капитального, как в областном Акимате. То есть, эти вопросы все разрабатываются. Но я хочу сказать, обратиться именно не государственным органам, а нашим бизнесменам. Давайте выйдем на улицу, посмотрим. Все первые этажи, все торговые объекты, это не государственные объекты. Это все объекты бизнеса. И когда этот бизнесмен собирается открыть свой объект, естественно, он клянется божиться, пишет письмо в Акимат, что я обязуюсь благоустроить и обеспечить этот объект доступным для инвалидов. Однако, когда этот объект вводится в эксплуатацию, посмотрите, там сплошь и рядом американские горки. А как же его принимают? Значит так, это другой вопрос. Пусть отвечает, пусть это будет на совести тех, кто принимает это. Но это и на совести строителей, которые строят... Но многие пандусы, извините, я перебью, многие пандусы, которые даже есть, они сделаны формально для галочки и невозможно воспользоваться. Я о чем и говорю. Я о чем и говорю. То есть, в первую очередь, это ответственность самого бизнесмена. Если вы взялись, если вы вошли в эту сферу бизнеса, вы должны быть социально ответственны. Вы должны сделать так, чтобы к вам любой пенсионер, мама с ребенком, инвалид, он спокойно мог зайти. То есть, это в первую очередь его ответственность. И поэтому мы всегда говорим, уважаемые господа бизнесмены, большие вы бизнесмены, или мелкие, или средние. Есть такая норма, как социальная ответственность бизнеса. Если не хотите использовать, так сказать, добровольно работать в этой сфере и обеспечивать доступность к нашим категориям. Это же тоже закон. То есть, работать в правовом поле. Есть специальная норма административного кодекса, которая предусматривает штрафные санкции юридическим лицам до 400 месячных расчетных показателей, если его объект не адаптирован для именно этой категории граждан. И я всегда говорю, вы посчитайте, вам построить этот пандус обойдется дешевле, чем платить эти 400 месячных расчетных показателей. Поэтому я бы все-таки хотела сказать, конечно, государство работает, оно и будет работать, а может быть, где-то и не дорабатывает. Это все вопросы все. Вот мы с Крылой Обозарбайной, с Зинаидой Николаевной, с Гульшарой, с Общества Слепых. Мы со всеми плотно работаем и с областным обществом инвалидов работаем. Поэтому мы в курсе всех этих проблем. И как бы вместе находим пути их реализации. Но сферу бизнеса, я считаю, что это дело совести каждого бизнесмена. Они должны работать точно так же, как и мы. Ничего бесконечного в этом мире, к сожалению, нет. Так же, как и эфирное время наших программ тоже подходит к концу. Я уверен, что мы что-то упустили в этой теме, которую обсуждаем, потому что она настолько обширная, что обо всем поговорить в одной отдельно взятой передаче невозможно. Но, тем не менее, я хочу вам предложить сейчас обратиться к нашим телезрителям. Может быть, вы что-то хотели до них донести, но у вас не хватило этого времени. Наталья, давайте с вас начнем. Ну, я бы хотела бы пригласить к нам в клуб всех тех, кому не безразличен спорт. Я имею в виду людей с ограниченными физическими возможностями. Мы всегда рады. Рады оказать помощь, обеспечить местом проведения тренировок, подготовленными тренерами. Приходите к нам, если вы имеете спортивный дух и желание побеждать. Замечательно. Ну, Крылая Базаревна сказала, что государственные служащие тоже люди. Правильно, мы тоже люди. Но, в первую очередь, мы государственные служащие. Поэтому, если у человека возникла такая проблема, не надо запираться, не надо тонуть в этой беде, надо к нам обратиться, потому что мы готовы все меры государственной поддержки. И мы можем даже обратиться к спонсорам только для того, чтобы решить эту проблему. Но если есть какие-то проблемы, которые, допустим, наши специалисты некорректно решают, например, или какой-то вопрос находится длительное время в стадии рассмотрения, давайте будем вместе рассматривать этот вопрос. Поэтому вы знаете, где мы находимся. Городской отдел занятости находится по улице Братьев Жубанова, 289. Мы всегда ждем вас. И если есть какие-то проблемы, мы готовы вместе решить. Вместе. Замечательно. Куралай. Ну, а я хочу сказать следующее. Каждый человек, который находится и является столоначальником, должен взять в себе девиз. Пусть всякий, кто приходит к нам, уйдет, став лучше и сильней. Замечательно. Большое спасибо за ваше время, за ваши ответы. Я считаю, что вы занимаетесь очень важной и нужной сегодня работой. Успехов вам. Большое спасибо и вам, что провели это время вместе с нами. Через неделю поговорим о чем-нибудь другом. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова